Эстеруа, I'm blind in my life, сейчас столько глюков мы словим Так, ну что ж, добрейшего времени с таксием с вами видео и добро пожаловать в Крофт Мэно Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ну что, добрейшего времени суток, всем с вами вида и добро пожаловать на мой канал И это серия, да, доброе утро или ночи, что у вас там Эту серию я решила записать, потому что я, наконец-таки, взялась за нашу прекрасную девочку Отремонтировала дом, об этом все попозже, да, и хочу вам показать Крофт Мэно То бишь, вот это вот прекрасное глючное место, почему глючное, потому что на участке слишком много предметов, а также много... О, здрасте, у нас поломался душ, Лара взялась за швабру, господи, что с тебя сделал Стрэнджервиль, скажи мне, пожалуйста В общем, это прекрасное сооружение, которое я переделывала и переделывала и опять переделывала Но об этом немножечко попозже У нас с вами, наконец-таки, продолжение истории Лары Крофт Я надеюсь, вы этого ждали, Лара вон прибежала, офигела, типа, what the fuck, что происходит Ну, конечно же, мы во сне Лары, добро пожаловать А этот граф Эддингтонский, ее отец Я знаю, что если кто следит за историей Лары Крофт, или за фильмами, или за играми, или вообще Не шарит мне здесь вообще ни дупля Куда ты? Ну, 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 куда ты? Может, сядешь, поговоришь со своей дочерью Нафиг надо, действительно Прошу любить и жаловать Ричард Джеймс Крофт Да, приятно познакомиться Знаете, я не по случайности, хотя так, собственно, и было Решила создать вот этого персонажа, внедрить его в игру Обнимашки! Ну, что, обниматься-то будем, а? Обнимашки! Не, ну, просто посмотрите, как Лара сияет от этих долгожданных обнимашек Потому что, знаете что? Ее отец очень много времени определял работе Но никак не самой Ларе, когда она была маленькой Когда ей просто нужно было его внимание А он такой заразец, понимаете ли Проводил все время выследования, археология Вот это все, его страсть, любовь И, наконец-то, хотя бы здесь, во сне Лары Он сможет нормально провести этот день с дочерью А знаете почему? Потому что у нас грядет праздник День Мертвых! О да! Бэйби! Я когда-то придумала этот праздник Потому что вдохновилась всем известным классным вот этим сериалом Коко, удивительная история Коко И недавно посмотрели с Ильей Джеймс Бонда Спектр, вроде бы так называется фильм Где прямо в самом начале был этот момент С фестивалем праздника жизни мертвых Че? Шведский массаж? Я понимаю, ты скучал по своей дочери и все дела Но какой нафиг шведский массаж, ты? Не трусики Попрошу смотреть, пожалуй, свои трусики Короче, ладно Так, ну че? Винстона нашего дворецкого мы не будем будить Давайте приготовим грандиозный завтрак Эх, стоит такой задумчивый Че-то вярится Смотрит, как дом его поменялся Эх, Лара, че ты творишь, девочка моя? О! Ей! Вот, 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 вот Ах! Слишком, слишком много всего Вот что я вам говорила День Мертвых у нас сегодня Столько всего еще надо Пановыполнять нам Это просто капец И, конечно же, дом я вам покажу Немножечко погодя Сначала Сначала давайте поиграем За нашу Лару Потому что скоро это все дело уйдет Скоро она проснется, как бы Вот, пока попьем водички, я вам немножко расскажу, поведаю о жизни данного человека, который был неотъемлемой частью семьи и вообще всех и вся. Давай, может быть, еще поговорим, я не знаю, я не помню. Не, будешь разговаривать, да? О, вручить подарок на День мертвых. Давайте вручу, потому что это есть такой обычай, понимаете ли, да? И я хочу ему подарить мискэнский каменный лотос, потому что у нас их аж два штука. Так что почему бы и да, как я люблю говорить. И плюс у нас наш папаня любит готовить, да, вот. Могет, знаете ли, побольше, чем наша Лара, которая бутерброды или что она там в микроволновках уничтожает вместе с микроволновкой. Если кто помнит, в Лара Крофт 2001 года фильм, вот там вот это она все делала, да, обожает просто. И, конечно же, я хочу вам рассказать, я не помню, говорила я это ранее или нет, у меня в планах заснять еще один такой выпуск, можно так назвать, с мисс Леди Крофт и джунгли. Так, смотри, типа. Ну, а че? Если вы поддержите эту серию лайками, тем больше лайков, тем больше я пойму, что вы этого хотите. А если вы вообще такие красавчики напишите в комментариях под этим видосом, что да, хотите и будете ждать данный видос, вернее, видосы, то вообще зашибись. Я с радостью вам все это дело покажу. Расскажу. И еще одна история увлекательная идет. Это такое приключение с нашей Леди. Да, как вы видите, кухня немножечко поменялась, немножечко шкафчиков не хватает, наверное, я их верну, потому что здесь все очень сильно поменялось, как я уже говорила, да, пожар, окна новые. Так. А че, так можно, да? Ну да, сон, нормально, нормально. Че ты, довольный? Поржал, типа, да, у меня этих амисканских этих штук, я просто как епаю, понимаешь, да? Ну, спасибо, дорогая моя, да, спасибо. Создала, кстати, его очень быстро, и я вообще такой кайф словила, не представляете. А вот, кстати, наш дворецкий. Словили мы его, когда выходили с кухни. И представляете? Да. Ему сегодня придется готовить хотя бы с утра. И он довольный в халатюшке. Вот это его обычный, знаете, вид, когда с утра он проснется, чтобы накормить вот эту вот моську. Кстати, она тоже немножко, как видите, потерпела изменения. Но я надеюсь, вам понравилось. Немножко облачилась в новые тряпушки, потому что их заволись. И, черт возьми, я прям не знаю. Вы помните, да, насколько я чеканута по поводу Доллар Крофт и Анджелина Джоли? Вот эта вся вот эта смесь яростная представляется перед вашими глазами именно сейчас. Да, наплюй на экран, конечно же, да. Шучу, я не плевала никуда. Ну, короче, в этом видео очень много ликбеза, как говорится, и много разных отсылочек, которые я вам, собственно, хочу и донести, чтобы вы понимали и лучше прочувствовались всей этой атмосферой. Потому что, ну, я очень хочу вот это все дело сейчас снимать. К тому же, к вашему удивлению, я никогда в джунглях особо-то не рылась. У меня есть, когда я только купила этот пак, я пошла, конечно же, все посмотрела так поверхностно. И думаю, ля, надо точно Ларе все вот это дело заснять. Но как-то, не знаю, все затянулось и куда-то ушло. И я даже рада, потому что сейчас будет намного все лучше. Даже с сюжетом и азиатской культурой. Э? Заинтриговала? Ну, скажите, что да. Чисто когда-то интриганка 105-го левела. Так, отлично, идем в столовую, и давай пригласим на ужин всех наших домочадцев. Ой, прям обожаю вот это все дело. Такая маленькая вечеринечка, да. А тут уже, фиг пойми, это сон или нет. Ну, как бы да, потому что отец еще живой, и вот он стоит. И да, кто... Мне же надо рассказать-таки вам побольше о ее отце. В общем, Ричард Джеймс Крофт, собственной персоной, и здесь кушает рядышком. И радуется тому, что он сделал. Блин, посмотрите, как это уютно и мило смотрится. Сейчас еще придет Алистер с зипом, и будет кушать. И ты куда? Выпить себе налить, да? Че ты тут на суставит? Крем-колы? Эээ, нет. Он такое пить не будет, хотя он и сделал. Ару. Давай сделаем... Ням-ням-ням-ням-ням-ням. Напиточек. Какой-нибудь... Нет, не хочу. Какой-нибудь Куба Либре. Я думаю, он как раз вот это все дело любит. Так, еще иди, пой. Пой. Пей, так уж быть. А потом будешь кушать свой грандиозный... О, он уже спать хочет. Ну, поспишь. Как-то говорится, на том свете выспишься, да? Ну, вот, да. Это прям будет чистое, что ни на есть. Правда. Ах. Лара, как обычно, радуется вкусной еде. Посмотрите, насколько она аппетитно смотрится. Это вообще... Мне, конечно же, и решает, такой желтенький еще стоит. Но это как бы все для вас. Все в ее воспоминаниях будем некоторых утопать. И, господи, какая же она красавица стала. Просто Стрейнджервиль сделал лучшее. С ней. Вынешно. Ну, а что ты там заныкал? Доставай на стол. Ларе принес крем-колу. Думаю, что надо сидеть в паре, девочка. О, как это мило. Короче, давайте будем петь. Будем с вами разговаривать. Рассказывать легенду о Ягуаре и Скунсе. О, у нас еще какие-то здесь личности ходят. А давайте всем расскажем. А, они, наверное, будут собираться? Ну, надеюсь, нет. Потому что будет не очень прикольно. Короче, кушайте. А, да. Лара, пей. Вот это все дело. Когда я тебя вижу, ты всегда выглядишь просто потрясающе. О, спасибо, Ажелин. Спасибо, спасибо. Очень мило с твоей стороны. Кто там уже голый ходит, а? Ты сядешь, да? Ты сядешь? Ты у меня садишь? А ты где? Взять? И тоже сесть. Давай, давай, давай. Ля, просто что может быть лучше грандиозных ужинов? Я, когда играла за кадром, вот чисто для себя, Ларой, это что-то нечто было. Мне так понравилось. Ты куда ушла? Ну, ты можешь нормально сесть и пожрать за столом. Пожалуйста. А давайте предположим, что именно в этом сне наш милый папаня расскажет о некоторых своих историях. И, возможно, вдохновить Лару тем самым пойти, как раз таки, в джунгли и раскопать некий клад. Но, конечно же, это все опасно. И там очень много всяких диких зверей. И вообще, не стоит туда соваться, но Лара именно любит такое. Так что, да. И да, знакомьтесь. Это у нас археолог Алистер, который здесь прижился, потому что, ну, кому-то же надо смотреть за библиотекой и сдувать с нее пыль. Хотя сдувает Винстон, но все же. А это Зип, местный хацкер, который же живет тоже в нашем доме. И, возможно, я покажу таки в этой серии, где находятся их... О, класс. Патайные хады. Обожаю их. Где находятся их некойки. И вообще, немножко познакомлю, потому что у нас такой огромный мэн из битюхой. Да, зал покажу. Это просто вообще нечто. Потому что все потерпело изменений. И, блин, это так мило его видеть здесь. Жаль, что только это все сон. И Ричарда Джеймса на самом деле здесь нет. Как эпично ушло. Вместо того, чтобы поедать в туалет, потому что тебе как бы приспичило, ты сидишь и смотришь какие-то микросхемы. Что вы делаете? Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok 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 перила, просто огромнейшее. Я самовыстроила, нашла элементы декора. Такие вот сделала верх потолка. Прям как в игре, знаете, и в фильме. Вот эта вот люстра новая. Купол пошёл. И вот такие вот сечные окна сверху. У неё много очень защитных всяких вот штук хацкерших, потому что вот здесь о, здрасте. Работать будем? Э, карантин понимаю, да, скучно. Это лежбище нашего хацкера. Очень попыталась сделать. Прям как и в игре, и в фильме, потому что это прям моя боль и моя вообще отдушина. Всякие вот ништяки. Очень много здесь всего. И лежбище для нашей Лары вот здесь, которая будет проверять какие-то отчётности, читать газетки, пить кофе, кушать всякие вкусности и читать книжонки. Короче, вот такое её место здесь. Да, здесь Алиста работает обычно. Здесь у нас с внутреннего дворика можно понаблюдать за Ларой. Ты чё? Возомнила, что ты плющ? Смотрите. Зелёный плющ из DC. Там, где Харли Квинн. Там Айви. Ну, кто знает, тот знает. Мультик очень классный, советую. Короче, просто почилим немножечко. И надеюсь, вы тоже, будучи заперти дома, сейчас чилите именно вот таким вот способом. Конечно, здесь может быть всё, что угодно. Лара предпочитает грязь. Она обожает грязь, ведь она скоро поедет в джунгли и там, возможно, тоже будет вся облеплена этой её любимой грязью. Огурчики, чтобы у вас не было синячков под глазами и просто вайбуем, девочки. Вайбуем. Чё-то лучше не стало, но надо сфокусироваться и прожить этот день более весёлым образом. Вообще, эта серия не должна была быть уж такой грустной, но счёту есть-то есть. Я таки вам не показала при дневном свете, как выглядит её спальня. Это вообще нечто особенное, безумно красивое и волшебное, как и весь замок. И он, кстати, реальный. Я погуглила, когда делала внешнюю часть, доделывала, опять-таки, да, переделывала и там смотрела, нашла, что он находится в Англии. Ну, как бы, да, логично. И место расположения прям нашла и вот это всё дело. Вообще, офигела. Теперь у меня цель туда поехать и когда-нибудь, конечно же, посмотреть, если вообще это будет возможно. У нас здесь классическая музыка, которую постоянно включает наш дворецкий, Винстон. Собственно, вот он гордой своей персоной идёт мне чистить ванну. Знаете, откуда я знаю? А я всё знаю. Очень классный чувак. Вообще, поощряйте своих дворецких, хвалите и раздавайте указания. И просто будьте с ним в очень хороших дружественных отношениях. Тогда он будет за вас горой делать всё, что вы ему прикажете. И вообще будет вот такой пусечкой укусечкой. Что ты в смокинге вообще расхаживаешь, а? А, ладно, хочется ему, так хочется. Ладно, оставим его здесь. Классическая музыка очень развивает ваш слух, интеллект и всё остальное. Я прям в этом уверена. И она очень приятна к прослушиванию. Очень советую. Посмотрите на вот этот водоспад. Там она принимает обычно душ. Собственно, что я и хочу сделать. А то Лара там прикирнула. Так, и давай мы с тобой... О, всё, ты уже лучше себя чувствуешь. Давай освежающий душ. После того, как ты прорыдался, я думаю, стоит освежиться. И, конечно же, мы не будем подглядывать за тобой, потому что вот это все 18+, и я знаю, у нас такого нет, у нас всё прилично, а вот бельё пошло. Короче, здесь очень куча всяких ништяков. Если деталях всё рассматривать, это всё прям, я не знаю, оргазм. Да. Вот вы бы не хотели себе такую вот комнатушку? Заходишь, здесь ты можешь поспать, а здесь намарафетиться. Как вам такое, а? Милашка в кармашке. Всё в такой лухарном стиле. В этом углу находится очень много всяких дизайнерских коллекций, обуви, несколько вот тряпочек, щониль, вот это всё дело. Арбалеты, лук и стрелы, конечно же, как же без них? Но в основном этим всем она не пользуется, оно стоит для красоты. В основном вот это, вот это, да. Сапожки, ещё одни сапожки вообще ездовые, как будто на коне, а-а-а-а, всё меня унесло. И, конечно же, прекрасный вид из окна. Просто посмотрите. Как будто австрийские горы ванда. Ну что, вернулись мы с того, с чего, собственно, и начинали. У нас прошло полдня. За эти полдня мы уже успели сделать многое, но я вам не показала Крофтмена полностью. И если вы очень хотите, я жду от вас лайкосиков и комментосиков. Чем больше будет, тем быстрее покажу, ибо это просто волшебство. Вот форил. Да-да-да, Лара знает толк. Увидимся в следующей серии, если... если и суждено быть. Обнимашки-целовашки. Пока-пока-пока. Я тебя очень поздно, папа. Субтитры создавал DimaTorzok